Значит, первое, что я хотел бы сказать, что для приема сравнения человека и андроидного робота, это, может быть, многим непонятно, с чего это вдруг, что биофизики занялись роботами как таковыми. Ну, здесь есть преамбула такая. Вообще-то я кончал не биологический факультет, а Московский авиационный институт, радиотехнический факультет, и моя специальность – это вычислительная техника и автоматика. Но на четвертом курсе я прочитал книгу Винера, и решил, что я, это о кибернетике, решил, что я неправильно выбрал специальности. После этого я начал искать, где будут заниматься мозгами и роботами, и нашел институт биологической физики. Потом с помощью Франка и Аксель Ивановича Берга был такой академик, которого сдавал совет по кибернетике. Я оказался в институте биологической физики. Но Глеб Михайлович меня нагрузил совсем другой работой. Он мечтал о том, что нужно сделать лаборанта, который бы все делал за лаборантов, считал клетки, мерил их размеры и прочее, и прочее. В результате я потратил на это полгода и сделал анализатор, который измерял клетки крови, хромосомы и прочее. После этого я все-таки попросил его откомандировать меня там, где занимаются мозгом. Так я оказался сначала на месяц, а потом почти на год в институте нейрохирургии в московском, в лаборатории анатомии мозга, которую возглавлял С. Михайлович Бринков. Это один из ведущих наших нейроанатомов. Диссертацию кандидатскую я защитил там. Это был тогда в тот период ведущий институт. Во-первых, там был математический отдел, как ни странно, в институте нейрохирургии. И в этом отделе работал дельфант, известный всем в какой-то промежуток времени. Кроме того, там еще был самый известный психолог Лурия, который прославился на весь мир. Ну, в общем, короче говоря, защитил я диссертацию в 1964 году на тему разработка автоматических методов подсчета измерения клеток мозга. Составили карту мозга. И после этого понял, что, в общем, ничего мы не понимаем, как работает мозг. Но дальше, так сказать, судьба моя сложилась так, что мне некогда было возвращаться, так сказать, к мозгам. Потому что там были хромосомы, искусственная кровь и еще масса всяких дел. И только в 90-х годах я вернулся к тому, о чем я мечтал в 50-х, в 60-х годах. И вот потом у меня появились внуки. И один из этих внуков стал, как теперь это пренебрежит, называть айтишником. То есть это специалист по информационным технологиям. И он мне начал рассказывать о том, как продвинулась робототехника в настоящий момент. Она продвинулась действительно очень серьезно. И суть состоит не только в том, что сейчас заводы есть, где работают роботы и прочее, все это же скелеты. Но что с легкой руки японцев и китайцев невероятно увлеклись креативными андроидными роботами, которые невероятно похожи на человека. И старый спор, который был 50 лет назад, может ли быть у робота сознание, возродился с новой силой. То есть может ли быть сознание у машины. Ну, я решил в этом деле разобраться и начал, пытался понять, где это сознание, почему вдруг этот спор возник. Дело в том, что еще в 50-х годах, когда началась вычислительная техника, Алан Тюринг, который, так сказать, известный английский человек, который, кстати, расшифровал код, которым переписывалась фашистская Германия на подводных лодках, он написал статью «Может ли машина мыслить?» И доказательство было следующее. Человек сидит перед окошечком, там два окошечка, он пишет на бумажке какую-нибудь фразу, которую ждет ответ, отдает в это окошечко. В одном окошечке сидит человек, а в другом окошечке компьютер, у которого есть программа распознавания знаков. И если в течение часа он не сможет ответить с вероятностью больше, чем 50%, где компьютер, где человек, то компьютер может мыслить путем сравнения. Все, так сказать, доказательства уже существуют. Через 30 лет другой физик, даже больше философ, Сирл, поставил другой эксперимент, суть которого состоялась в том, что в окошечке сидит человек, но экзаменатор не знает, кто там находится. Экзаменатор, который сидит перед окошечком, это китаец. Он пишет китайскими иероглифами какую-то фразу и передает в окошечко. А тот человек не знает китайского языка, но перед ним лежит буклет, где написано, что после такого иероглифа чаще всего идет следующий, такой иероглиф. Он чисто формально представляет иероглиф к иероглифу и передает экзаменатору. И если экзаменатор не заметит, что он имеет дело с человеком, который не знает языка, то туда проходит тест, что он примет, что человек знает язык. На самом деле он не обладает ни мышлением, ни сознанием по отношению к китайскому языку, поскольку он языка не знает. В результате, потом этот спор затих. Все признали, что сознание в этом смысле не существует. Но вдруг неожиданно, приблизительно 10 лет назад, он вспыхнул снова. Почему? Потому что японцы и китайцы наделали массу роботов. Появились фирмы, которые за 100 тысяч долларов могут сделать вашего двойника, наделенного сознанием, который может сидеть в зубе и читать за вас лекции, отвечая на те или иные вопросы. Вот если он что-то не понимает, он обращается к своему, так сказать, профессору, двойником, которого он и является. Он ему подсказывает и он, так сказать, отвечает. Либо он говорит, мне надо подумать, а за это время он выясняет, что происходило. Кроме того, этих роботов наделали массу в качестве экскурсоводов, потом секретарей, потом в домах престарелых они начали работать. И поэтому опять возникло сравнение неопределенности. Можно ли отличить робота, андроидного робота, их Кара называет, это креативный андроидный робот, от человека. Вот об этом сейчас и пойдет речь. Можно ли их отличить и что произошло за последние несколько лет. Но я, Макс, забегая вперед, сразу скажу, что в прошлом году на выставке в Лос-Анджелесе был показан робот, который владеет мимикой. И уже тут, мне сказать, полная путаница, потому что это микро-робот. Потому что последним барьером оставалось, что у роботов нет гормонов, а следовательно у них нет мимики. Они не могут грустить, не могут радоваться. Так вот, сделали такого робота. И как это сделали, сейчас пойдет об этом речь. Ну, значит, эпиграфом к моему докладу, эпиграф следующий. Природа едина, любые классификации и рубрикации, плод преследуя нами субъективной цели. И это противовечие приводит к возникновению многочисленных неопределенностей при восприятии и ранжировке биологической системы. Значит, в чем же основная проблема? Вот, ну, если я не успею что-то рассказать, то статья уже, которая в «Успех физических наук» принята, это не по тем же названиям, но суть аннотации ее, что было показано, что одним из существенных результатов творчества людей в 21 веке стало создание андроидных роботов, снабженных искусственным интеллектом. Уровень совершенства этих роботов становится столь высоким, что по внешним признакам и по поведению установить их отличие от живых людей вскоре будет невозможно. Это приводит к логической ошибке, ставя знак равенства между людьми и андроидными роботами, наделяя тех и других сознанием. Сегодня научные исследования расширили понимание феномена сознания, но проблемы с его определением не исчезли. В статье даром доказательства, что приложение термина сознания к андроидным роботам является ошибкой, которая может привести к серьезным последствиям. В чем же проблема, связанная с сознанием? А еще в 2018 году, когда возникла проблема робота-человек, я бы пытался рассмотреть в несколько упрощенном варианте эту же проблему, и пришел к выводу, что робот и человек, их основная цель одинаковая – обеспечить динамическую стабильность в условиях изменения внешней среды. Все роботы так работают, и неандроидные, и, так сказать, заводы, в которых работают роботы. Человеческий мозг по сравнению с компьютерным мозгом робота имеет многоуровневую иерархическую организацию, в которой обработка информации происходит на всех уровнях – от квантового до социального. Человек сам ставит цель, совершенствуя виртуальную модель, которая синтезирует в своем мозге. Мозг человека может работать на основе одновременной использования как классической, так и детерминированной логии. Это мозг человека. И, может, даже на основе диалетической вероятностной логики. Робот нецелесообразно в робота закладывать поиск цели, потому что если вложить в робота поиск цели, то этот робот станет крайне опасным. Американцы уже нарвались на такой вариант, когда они сделали робота боевого, так сказать, вложив в него цель, что он должен уничтожать людей, но забыли выключить. Тогда он развернулся и начал уничтожать людей, которые стояли, смотрели приемную комиссию, короче говоря, как он будет себя вести. Но это только половина. А вот основная часть – это вопросы, связанные со сознанием. Есть ли сознание у роботов? Ну, если коротко сказать о том, как будет выглядеть лекция, ну, это даже несущественно. Я просто пойду дальше, а потом времени будет много, выйдет на это. Значит, здесь второе – материализм и идеализм, или их совмещение. Значит, все знают сегодня, и это слово стало, так сказать, в обиходе, сквозу Шинона – информация. Что такое информация? Кто-нибудь знает толком или нет? Так вот ответ такой, что никто толком не знает. Когда Дмитрий Сергеевич Чернавский писал статью, что такое мышление, то он привел три десятки определений информации. Здесь я некоторые покажу. Вот информация, по сути дела, она отличается от материализма. Почему? Хотя информация не может передаваться без материального носителя, но она измеряется в других единицах, в битах, так сказать, или байтах, и существует по своим законам, потому что информация может передаваться. Это не моя идея. Это Лейбис в первой, еще в 17 веке, ссылаясь на философию Пикура, он написал, что материализм отвечает существование единственной абсолютной субстанции материи. А идеализм, термин, тоже он же рассматривал, появился впервые, его употребил Лейбис, говоря, философией Платона. Вот сознание человека нематериально, но является процессом взаимодействия с материальным объектом. Сегодня уже, так сказать, этот философский спор кончился давным-давно, и найден компромисс между этими двумя направлениями. Но дело в том, что каждый понимает, что если мы имеем книгу, но в ней есть текст, который содержит информацию. Если мы видим какой-то образ, то кванты света в оптическом диапазоне видимом переносят нам информацию. То есть материальные носители могут быть самые разные, а информация может быть одна и та же. Теперь переходя к определению сознания. Вы знаете, сколько есть определений сознания? Что? Я год потратил, выбирая из разных книжек. И вот я приведу только... Конечно, что я переводить не буду, потому что до утра придет читать. Значит, вот первое. Видно, хорошо мой текст, да? Это состояние человека в здравом уме. Способность человека правильно отражать явление действительности. Способность человека соотносить себя с внешним миром. Но я пропускаю сразу способность отделения своего я от других людей окружающей среды и я на основе адекватного отражения действительности с помощью коммуникации между людьми на основе речи и индивидуального жизненного опыта. Ну и так далее. Вот еще парочку я прочту тогда. Сознание – это есть необходимая предпосылка для мышления, поскольку только благодаря мышлению, порождающему когнитивные функции, мы отличаем себя от окружающего мира. Сознание включает в себя мышление как необходимую часть. Ну и там последнее средство, вне которого нет ни знания, ни опыта, ни человеческого бытия. Но таких сто штук. Попробуйте математически описать всю эту игрушку. В общем, я попытался. Кое-что получилось. Теперь 25 тысяч статей и книг рассуждали на эту тему. Если посмотреть, сколько наук занимается этим вопросом, то еще, так сказать, фантастика. Это 12 наук. Робототехника, нейрофизиология, психология, лингвистика, философия и теология, социология, искусствоведение, и теология, антропология, этнография, информатика и криптография, физика и биофизика. Так что, понимаете, я даже потом уже расстроился. Два года я писал эту статью, подался со всеми оппонентами, пока в конце концов ее не приняли в успех физических наук. Теперь, если возвращаясь к носителям, где сидит сознание в нашей голове? Значит, американский психолог Пол Маклин, он еще в середине, где-то во второй половине 20 века, попытался посмотреть, как в этногенезии, то есть в развитии, происходило развитие сознания. И пришел к выводу, и сейчас в Ютьюбе фильмов этих полно, но все это неправильно. Значит, он рассмотрел следующую вещь. Если вот мы видим головной мозг, то в нем есть нижний слой, его назвал он рептилий мозг, то есть это мозг рептилий. Потом узенькая часть, связанная с эмоциями, желтым здесь она показана, лимбический мозг, и неокортекс, это новая кора. Так вот, все ящерицы, крокодилы и прочие живут на лимбическом мозге, то есть, вернее, на рептильном мозге, то есть на нижней части. Затем постепенно нарастает мозг, и он начал с рептилий рассматривать. Я прочитал его книгу, и понял, что он колоссальным образом ошибся. Почему? Потому что мозг птиц, птицы тоже вырабатывают устроенные рефлекции, он совершенно не похож на всю эту классификацию. Недавно исследование свидетельствует о том, что зачаток новой коры нашей присутствует не только у самых ранних млекопитающих, но и моллюстов. И среди этих моллюстов самое удивительное, то вы подумали, осьминог. Осьминог, если посчитать количество степеней свободы его движения, это, по сути, делали мультикопторы, такой водный вертолет. У него 8 ног, естественно, поскольку он осьминог, и 135 тысяч степеней свободы. Нейронов не так много, 500 миллионов нейронов. Но это больше, чем у кошки, это приблизительно столько, сколько у собаки, но, конечно, значительно меньше, чем у человека. У него отсутствует скелет, поэтому он может менять свою форму. Он может превращаться в лист, который растерили, так сказать, на поверхности. Он может скручиваться в клубок и залезать в любые мелкие сосуды. Но самое удивительное другое, что он подается в дрессировке, обучению, имеет развитую память, различает геометрические фигуры, узнает людей и привыкает к тем, кто его кормит. Если проводить с осьминогом достаточно времени, он становится ручным. И более того, он обижается, если что-то сделает не по-своему. У него даже, так сказать, изменяется окраска слегка. Поэтому начинать надо не с рептильного мозга, она начинается с осьминогов. Но поскольку, так сказать, они все-таки водоплавающие, поэтому начали с рептидий. Ну вот здесь показано, вот, например, нижний рисунок здесь вот. Осьминог в состоянии влезть, если скрутиться в клубок, он может распластаться, он может плавать вправо-влево, останавливаться, определять скорость потока, которая проходит к нему, чтобы не двигаться. Ну, если посмотреть рождение, это, так сказать, нервная система, то она, по сути дела, это очень трудно ответить на этот вопрос. Ну, естественно, что у бактерий сознания нет. Но бактерии обладают таксисом. Что такое таксис? У них есть память на один шаг. Потому что они вычисляют градиент движения к аттрактанту, то есть к веществам, которые полезны, их можно съесть. И бежать от репеллентов. То есть они должны запомнить, чтобы определить направление, они должны запомнить предыдущий цикл, в котором они находились. И после этого сделать движение в направлении, чтобы, так сказать, либо концентрация увеличивалась, если они идут к аттрактанту, то есть к пище, либо, так сказать, наоборот, чтобы убегать. То есть память появилась раньше. Если попытаться, так сказать, разбираться с прокариотами, меокариотами, то первые зачатки, вот что такое сознание, если перевести на такой физиологический язык, это умение мыслить, наличие памяти. И в полном смысле это создание внешней среды внутри нашей головы, модели. Причем она может быть ошибочная, потому что, так сказать, всякого рода заблуждение человека тоже свойственное. Теперь, если говорить... Ну вот, причем по поводу классификации, несколько слов. Когда пытаются составить какую-то классификацию сложных объектов, то, как правило, выбрасывают с точки зрения тех, кто составляет классификацию, несущественные признаки. Это везде. В астрономии такая же вещь была, вот как что Рустам нам рассказывал, потому что там расширяется вселенная, сжимается вселенная. Никто толком не знал, пришли к тому, что есть черная материя, черная энергия, и что мы столкнулись с какой-то другой вселенной. И сейчас вокруг этого идут споры. Я не знаю, решены они или нет, но во всяком случае такое в литературе часто появляется в этой статье. Теперь неопределенности, а это вообще страшная вещь. В науке неопределенности сплошь и рядом приводят к тому, что мы неправильно классифицируем объекты. Функция головного мозга это обработка информации и управление организмом. Это основная функция. Теперь несколько слов о виртуальной модели. Какая модель внутри нашего мозга существует и как она формируется. Значит, в принципе, был целый ряд статьй. Одна статья была вообще с рекламным названием, которая была «Нужен ли нам головной мозг?» Значит, суть состоялась в следующем, что были сплошь и рядом, еще когда я в нейрохирургии, так сказать, какой промежуток работал, там привозили с водянкой мозга людей. И оказывается, что если это еще было только-только, а томография появлялась. И если посмотреть на их снимки, то обнаруживаешь, что у них на кору остается, то есть практически весь мозг заполнен водой. Есть люди, у которых водя действительно существует и приводит к колоссальным последствиям, то есть гибели просто организма. А есть люди, у которых мозг наполнен водой, он пластичен настолько, что они продолжают жить и работать. Например, там один из американских хирургов описал студента, который окончил блестяще, у него IQ 124, он с отличием окончил вуз, математик по образованию. Французы описали, пять статей было на эту тему за институт мировой хирургии, когда мозг настолько пластичен, что он приспосабливается к совершенно разным коллизиям, связанным с внешним, вроде бы с поражением головного мозга. Так, теперь, мы в свое время это много обсуждали с Дмитрием Сергеем Чернавским, он как раз писал статью, что такое мышление с точки зрения физики. И вот он привел определение информации. Их у него 16 штук, и какое из них правильное, никто толком не знает, хотя все пользуются этим термином очень широко. Значит, вот здесь какие термины? Знания, передаваемые кем-то другим или привлеченные путем собственного опыта. Сведения, содержащиеся в данном сообщении и рассматриваемые как объект передачи, хранения и обработки. Ну, это я пропускаю, дальше нам уже, допустим, седьмой. Коммуникационный способ создания порядка из беспорядка или, по крайней мере, увеличение степени той упорядоченности, которая существовала до получения сообщения. Ну, еще, может быть, одно какое-нибудь на выбор. Ну, одиннадцатый, Проблема передачи информации называется всякое сообщение или передача сведений о чем-либо, что заранее было неизвестно. Но все упускают из виду, что информация бывает ложной. значит, обычно, вот, так сказать, классики, которые, начиная с Шинона, потом Харкевича, у нас, так сказать, Микки Бонгарта, который в нашем институте работает, которые определили понятие информации, то уже в приложении ее к человеку там определяется ценность информации. Что значит ценность информации? Я формулу вам эту покажу. ценность информации это то, что приближает той цели, которую мы наметили. Вот эта информация ценна, если мы ее получили. Но информация не может существовать без объекта, то есть того, кто передает эту информацию. А у него может быть цель совсем обратная, чтобы вы не решили эту задачу. И он вам будет передавать ложную информацию. Тогда казалось бы, что вы будете удаляться. Есть формула которая определяет насколько вы удалитесь при ложной информации, которую вам сообщили. Но если вы обладаете возможностью по каким-либо признакам определить ложную информацию, то вы ее можете переделать достоверную для себя, поступая наоборот. Таким образом вы будете приближаться к цели, используя и ложную информацию, если вы обыграли соперника, и, так сказать, достоверную информацию, которая для вас нужна. Это закладывают компьютеры, потому что это началось давно, когда еще делали первые программы, игры в шахматы, потом в игру го, и в покер, особенно, когда, так сказать, ложная информация посовывается автору. Теперь, если говорить, теперь несколько требований к передаче информации. взаимодействие, при передаче информации между объектом и субъектом должно создавать цикл, объект субъектом. Принимающий информацию человек должен обладать инструментарием для дошифровки получаемой информации. То есть тезауров или запас знаний должны совпадать, потому что если один человек достаточно образован, а другой впервые встречается в разговоре, то с ним разговор просто неинтересен, он не сложится. В противном случае информация будет недоступна субъекту и цикл исчезнет. Третья информация при ее восприятии должна приближать субъекта к достижению поставленной цели, то есть обладать ценностью. Ценность информации отличается от энергетической цены действия, то есть способа передавать ее. Информация не может передаваться без материального носителя, при этом возможно потерять часть информации при ее передаче. Теперь ценность информации как определить. По шинону она определяется очень просто. Это логарифм на N, где модуль перехода от битов другим единицам информации здесь, а это основание логарифма, а N количество информации. А ценность информации определяется через вероятность. То есть сколько было априорно информации, какова была близость вашей цели при отсутствии этой информации, насколько вы приблизились после получения информации. Но у человека еще, помимо всего этого прочего, есть еще гормоны. И гормоны это очень важный фактор. Потому что если человеку нравится работать, то у него гормональный настой хороший, он занимается этой работой. А если она ему не нравится, то он старается как меньше времени затрачивать на эту работу. Это вроде банально, но если построить все это и разложить, есть функция взаимодействия биохимического мира эмоций, гормонов, и мира информации, и здесь нарисован мозг, где в каких частях с помощью томографии сейчас определены различные расположения различных вариантов действия, которые производит человек. Например, контроль произвольных движений, двигательный центр речи, синтез речи, слуховое восприятие, зрительное восприятие, восприятие речи, тактильное восприятие. Но в подкорде остальные функции там расположены. Это связано с поиском пищи, сексуального партнера. Так что кора это как бы орган, который надстроечный, но не случайно запоявлялись статьи, для чего нам нужна кора. Что произошло? Приблизительно 500 миллионов лет вдруг из олимпического слоя начали расти нейроны. Что это произошло? Случайность или закономерность, или так мир устроен. И они были бездельниками до какого-то времени. Это были тормозные нейроны и активные нейроны. Но постепенно, если посмотреть в эволюции, как все происходило, из них выросла кора. И в этой коре расположены теперь многие зоны, которые отражают определенное восприятие нашего организма. или как философ называет это квалия. Здесь произошло еще одно любопытное явление, что у человека, это сейчас доказано уже, мы эксперименты проводили такие, что у него есть два пути. Есть путь короткий, когда он не осознает ничего, информацию, и принимает решение. И когда его спрашивают, а почему вы приняли такое решение, он говорит, оно мне нравится. Обычно это называют интуицией. Часто оно бывает правильнее. Но если задача сложная, то решение идет через кору. И когда по коре движется сигнал, то он может затормозиться. А почему это возникает? Потому что если недостаточно информации, то у человека нет решения однозначно. самый простой вариант Сеть помнит Шекспира быть или не быть, то есть бежать или сражаться, оставаться на работе или уволиться при столкновении с начальником. Вот такие вопросы требуют осмысления и требуют какого-то варианта затраты времени. В результате удалось написать некоторые уравнения, которые это уравнения на основе автоволновых процессов с кросс-диффузией. Когда у вас есть две конкурирующие задачи, вот бежать или, так сказать, сражаться или еще что-то, как они взаимодействуют между собой, одна усиливает, а другая тормозит, и плюс еще адвекция. Что такое адвекция, наверное, не многие знают. А адвекция – это перемещение в пространстве, когда у вас поток распределяется на различные, так сказать, рукава. Это позволяет сразу задействовать много вариантов при решении задачи, которые связаны и с памятью, и с тем, как воспринимается с помощью других органов чувств. Теперь о гормонах. Но о гормонах можно говорить очень долго. Их серьезное исследование началось в середине прошлого века. И там есть такая развивающая строительная система. Например, любовь – это собирательное понятие, а вторичные эмоции – это привязанность, похоть, сексуальное влечение, жизнерадостность. Третьичные эмоции – это обожание, нежность, симптомы. В языках это все хорошо выражено. Теперь какие гормоны что обеспечивают? Гнев, например, это зависть, ревность, мучение, грусть, разочарование, стыдно. Вот это уравнение, которое описывает конкуренцию. Уравнение обычно тяжелое для слушателей. в 22-м году вышла статья физривид Е, это Джим Скотт, Сыганов Е и еще Хомерска из Америки, которая описывает, как решается это уравнение. Это уравнение можно решить и посмотреть в зависимости от того, какие коэффициенты мы поставили перед кросс-диффузией и кросс-адверцией и посмотреть, как эта система будет взаимодействовать друг с другом и каким вариантом оно произойдет. Коэффициенты можно измерить, они измеряются. Теперь все вот эти чувства, которые есть, они завязаны на гормоны, которые синтезируются либо в железах, либо в клетках отдельных, потому что нейроны тоже могут синтезировать. Например, эндодорфин это гормон удовольствия и любви, унушает состояние спокойствия, безмечежности, приезжает болевые ощущения. Там серотонин, например, гормон настроения и прочее. Дофамин, мелатонин, ну, это сотни приблизительно гормонов сейчас известные и они, так сказать, даже больше 150 гормонов. Они действуют в очень малых количествах. То есть 10-8, 10-15 и более на литр они уже могут поменять специфику организма. Теперь если вернуться, ну ладно, это я пропущу, у меня время есть вообще-таки? Лиза Беллович, время есть? Немножко, Георгий Романович. Тогда я пропущу это. Ну вот, теперь если посмотреть язык мимики, вообще надо сказать, так сказать, мимика человека и жесты и вибрации голоса, они обладают гораздо большей даже информативностью, чем иногда звуковой язык. Потому что по физиономии человека можно видеть, это правда зависит сильно от культуры. Например, жители, которые живут вокруг Средиземного моря, у них нет эмоциональной задержки, они, так сказать, ярко выражают амориции, жестикулируют. Ну, у нас грузины, например, тоже, так сказать, у них такая же ситуация. А вот, например, если взять англичан, то у них ситуация любопытная. У них всегда дежурная улыбка на лице, хотя могут быть глаза грустные, если ты спрашиваешь how are you, всегда отвечают fine, независимо от того, что у них происходит. У японцев такая же ситуация. Почему? Потому что у них традиционно считается, что нельзя нагружать окружение своими эмоциями. поэтому они, как правило, это считается неприличным спросить человека, как он себя чувствует. У русских и американцев приблизительно нет этих сдерживающих центров, но тем не менее, поскольку россияне и северные народы, они менее эмоциональны. Так вот, если посмотреть на композицию гормонов и на выражение лиц, которые наверху здесь, то различные комбинации гормонов соответствуют тем или иным состояниям внешнего лица. Хотя, в принципе, например, у наших разведчиков в свое время была школа ЦР, которых учили, чтобы они с помощью эмоции ничего не выдавали. Они настолько входили в легенды, что для них это отключалось. Но, тем не менее, долгое время считалось, что выражение лиц с помощью роботов передать нельзя у роботов. Но, в настоящее время, вот, Амека, так сказать, на гречане сделали робота, у него 17 двигателей стоит на лице, так сказать, на оболочке лица, который может выдавать эмоции. Сейчас я покажу, что при этом произошло. Ну, это вот, я возвращаюсь к началу, это вот как Алан Тюрин, который его тест был, может ли машина мыслить, определение границ интеллектарных возможностей компьютеров на основе проверки в темную по переписке качества ответов на поставленные вопросы. И Джон Сирл, это вот китайская комната, который показал, что эта машина не мыслит, она просто перекладывает кубики из одного места в другое. Теперь несколько слов по поводу роботов. Значит, с роботами это было, если мне память не изменяет, здесь написано, в 1978 году японский ученый Масахиро Мори, он провел исследование, как человек воспринимает взаимодействие с роботами. Оказалось, что промышленные роботы вообще эмоции никаких не вызывают, работают и работают. А вот роботы андроидного типа уже похожи на чучело, поэтому по оси отложен процент сходства с человеком, а по оси ординат отложена эмоциональная реакция человека. Радость, восторг, отвращение, страх. И оказалось, что чем ближе робот похож, чем сильнее робот похож на человека, тем страшнее эмоции у человека, если он видит отличия. роботы, которые, скажем, чучело, которое двигается на тебя, то это действительно вызывает какие-то неприятности и переходит в область отвращения, вот эта вот кривая. Но потом, если это приближается к полному сходству, то эта яма или зловещая долина, какую назвали в тот период, она практически исчезает. Сейчас опросы проводятся, но уже люди настолько привыкли, эти кривые начинают уже превращаться совершенно в другой вид. Так вот, я хочу показать вам робота, который был сделан из андроидного робота Мека, он был создан фирмой Engineering Arts в начале 1922 года на Лас-Вегасе он был показан. Вы можете посмотреть на ее лицо, и вы увидите все те эмоции, которые я вам показывал, которые у человека возникают благодаря гормонам. Причем она реагирует на приятности. Важник вопрос, а как она это может делать? Как выведем восприятие? Оказывается, идея была очень простой. Это типичная имитация подделка под реальность, под человека. Если в слове вы начинаете с ней говорить о счастье и любви, в ее памяти есть эти слова. Она на английском говорит, на русском не говорит. И она начинает соответствующим образом реагировать, потому что перестройка идет ее лица, и вы можете видеть, как это все выглядит. Но зато она вызвала невероятный вассорг всех, и эта фирма сейчас распространила соответствующие предложения, кто из миллионеров хочет купить себе двойника. Но оказывается, что двойники уже были. Японский инженер Хироси Исигуру, он с 2003 года профессор Босака, он создал целью серии роботов, в том числе самого себя, таким же ростом. Вот здесь если посмотреть на картинку, вот это реальный, сам Хироси, а это его двойник, который считает лекцию вместо него в Босковском университете. А за это время Хироси пьет чай, если робот чего-нибудь не когда приходит к вопросам на ответы, то он обращается к профессору, работает как ассистент. Хироси приезжал сюда, и когда его спросили как кого-то цель, зачем все заниматься, он ответил, что прежде всего это попытка при помощи андроида понять, кто такой человек. Он своих андроидов называет гуминоиды. С помощью гуминоидов мы можем присутствовать везде, где пожелаем. Мы также можем прикоснуться к вопросам, что собой представляет присутствие человека, где проходят границы между сознанием и телом. Это моя цель. Вот почему я изучаю телеприсутствие человека в оболочке робота-андроида. Ну теперь перехожу к выводам. Значит, выводов у меня несколько. Первое. Исследование связи между людьми андроидными роботами возможно изменит социальную структуру общества. Но каким последствиям это приведет, пока предсказать невозможно. И понятно, потому что здесь если рассматривать терминах вероятности эту задачу, эта задача вероятностная. Будет приспособиться человек к такой ситуации или нет. Потому что сейчас в условиях войны, которая происходит, мы видим что-то лжей информации сыпется со всех каналов. И разобраться в ней не так просто. Хотя в принципе это тоже информация, но она ложная информация. Она прикрывается. И сейчас обработка мозгов человечества становится задачей номер один по сути дела в взаимоотношениях на уровне государства. Теперь второе. Абсолютное сознание отсутствует. Оценивать его можно только в относительных единицах при сравнении похожих его носителей. Значит вот однояйцевые близнецы. На них такие эксперименты были проведены давно уже. Значит суть состоит в следующем. Что казалось что однояйцевые близнецы должны мыслить очень одинаково практически. Поскольку у них генетически у них генетика совпадает. Но если их разлучили на какой-то большой промежуток времени и потом они опять встретились то не могут оказаться потому что наше мышление это по сути делает другой код другое программирование которое происходит на более на более коротком времени по сравнению с ДНК допустим но на более сильном при воздействии эмоциональном на человека. И если сравнивать людей с роботами с имитацией сознания то они похожи в андроид то это конечно у роботов это эмоциональная вещь которая к реальному понятию сознания остается только самое главное определить что такое сознание если мы определяем что он может быть только у человека то что роботом быть не может. Третье человек работает с тремя характеристиками информации синтаксическое семантическое и прагматическое синтактическое связано с техническими проблемами хранения передачи информации то есть практически это память семантическое имеет отношение к смыслу и значению сообщений а прагматическое это влияние информации на поведение воспринимающих информацию систем то есть по сути дела перемещение в пространство уже бежать оставаться на месте У робота есть только семантические и прагматические характеристики, которые невероятно редуцированы, а целевая функция задается программистам, то есть у самого робота она отсутствует. Четвертое. С широким развитием цифровых технологий и андроидной комплективной роботехники возможен пессимистический прогноз, поскольку человечество, погрузившись в виртуальный мир, создаваемый компьютерными программами, вступило в новую весьма опасную фазу развития, собственного развития, когда виртуальный мир, естественно, реальный мир. Уже психиклик полно, где люди попадают, которые здесь только занимаются компьютерами. Но при этом открывается возможность нарушения устойчивой человеческой психики, то есть изменения сознания людей. Однако можно надеяться, что люди приспособятся к этой ситуации и найдут из нее оптимистический выход. И последнее. Смоделировать, в том числе и в системах искусственного интеллекта, можно все, что можно выразить в виде алгоритма. Андроидные роботы, включая роботов-двойников, это инструмент для исследования человека. Возможно, что с помощью этого инструмента человечество лучше будет понимать себя и приблизиться к ответу непростой вопрос, что такое сознание человека. Ну вот, если посмотреть на всю шкалу, то приблизительно за 3,5 миллиона лет человек прошел, и мозг ему прошел, развитие такое. А что будет дальше? Будет ли роботы нашим поражением? На этот лет практически нет. Так что, так сказать, спасибо за внимание. И все. Спасибо.